над этими дебилами. Так, так. Только без мата. Тише, тише, тише. Все, мы уже в эфире. Ё-моё. Как-то оно само получилось. А, окей. То есть все услышали, как я назвал команду одну из... Нет, нет, нет. Что-то про дебилов было. Да, итак, друзья. Меня нормально слышно, кстати? Да, нормально. Да, друзья, друзья. Продолжается Херодота Кап. Сегодня у нас было несколько интересных матчей, но так получилось, что их всего было два, и в обоих этих матчах принимала участие моя команда. Мы победили. Мы должны были играть вот как раз... Или не мы. Вот команда, которая играла с нами в финал Винеров, должна играть была с Moscow Fire Wheels. У команды на Дота Баффе две победы, 16 поражений просто в подборе командном. И скилл у их команды 1200, по-моему, или что-то в этом роде. Я вообще не уверен. Рейтинг, точнее. Я не уверен, что такое вообще можно получить было. Эта команда не явилась на матч на свой. Мы ждали ее 15 минут. Оказалось, что, к сожалению, капитан команды не знает, что такое лобби и как в него заходить. Вот. На второй матч теперь это уже лузера, потому что они получили технарии, соответственно, упали в лузера. Они играют против Бурита, которая наша команда Утконоса победила в первом матче. Тут они пришли. Вот. За две минуты до окончания срока зашло 4 человека. Пятого они так и не дождались. Сказали, что от 15-летних игроков большего ожидать нельзя. Сначала они были недовольны причем. То, что якобы на Кубке Раков они могли бы сами диктовать условия, какой день там матч играть, когда они наконец все соизволят прийти. Ну, понятно, что люди заплатили тысячу, наверное, в 15 лет. Это огромные деньги. Возможно, им пришлось отсасывать незнакомцам на улице или еще что-то в этом роде. Я даже боюсь предположить, как современные дети зарабатывают деньги. Раньше нам мамка давала. А эти, наверное, сами. Тем более, Тесак в тюрьме, поэтому они свободно могут жопой торговать через интернет, чтобы поучаствовать на турнирах. Ты что-то разогнался. Да, я разогнался, потому что у меня горит немножко. Ну, просто недовольны еще ребята были. Мол, не дождались. 20 минут сидели. Ну, в итоге пришли. Никак 96, человек с ником Сихки, Йоки и Кверти. Будут они играть вчетвером. Я думаю, что после поражения они будут недовольны, что провели всего один матч и не сыграли с теми, с кем мы играли. Хотя я уверен, что они проиграли бы вообще любой команде на этом турнире. Возможно, даже если среди... Ну, вот женская команда была. Возможно, аналогом женской команды могла бы быть команда безруких инвалидов, которые играют культяпками, носами, ногами и другими частями тела. Не знаю. Ну, в общем, Moscow Fire Wheels к вашим услугам. Я их только что представил. Забанили Олене с Сайленс Рейдс М, взяли Джакира. А у них будет пятый герой, или они в четыре героя будут играть? Я не знаю. Я не видел такого еще ни разу в жизни, чтобы четыре человека было. Хорошо. Помнишь, я сказал, что буду болеть за любую команду, которая первая на моем стриме пикнет Шейкера? Угу. Нет. Да, было дело. Я передумал. Нет, ты не можешь передумать. Ты уже сказал до этого. Ладно, Moscow Fire Wheels. Мои любимые вообще игроки. Я просто тут еще сижу с другом, который пришел. Привет, Ливан, кстати. Можешь передать. Многие тебя знают. Всем привет. Удачи вам. Главное, выиграть. Ты кому вообще выиграть? С кому вы... Я даже не... Нет, ну на самом деле Ливан многие знают. Мы с ним делали несколько шоу. И у тебя один из фанатов, который пришел на последний мой стендап, почему-то про тебя именно спрашивал. Сказал, что жаль, что Ливана нет. Я бы у него автограф взял, почему-то именно ты. Конечно, в последнее время очень часто меня спрашивают люди, почему бы я до сих пор не делал футбольное шоу. Ну, мы будем делать футбольное шоу. Ну, причем не один, а не два. Когда сопьемся. Будем в трениках выходить. В общем, сейчас не футбольное шоу. Сейчас им по дотке. Moscow Fire Wheels против буррито с сыром и салатом. Вот как раз первый наш матч был против этой команды. Я, честно, волновался немного, но все закончилось минут на 16. Тем не менее, ребята интересные, потому что, насколько я понимаю, у них пункты...